привет всем ребят меня зовут вячеслав это канал белый фаргеймс и мы продолжаем проходить 4 резидент прошлой серии рамон владелец замка скинул нас в эту пещеру пропасть и мы теперь должны как-то найти выход отсюда как-то должны выбраться наверх и дать ему пиздюлей за то что он похитил эшли за то что он обращается с нами так по-скотски так давайте крафтить место не хватает место категорически не хватает бляха всего три ячейки свободных это никуда не годится и спустил дух и спустил да а к сзади здесь ничего интересного окей тогда погнали дальше мне бы торговца найти у меня броня сломалась нож сломался все сломалось блин удачно приземлился так это да это он молодец что это не знаю что это ли он я ничего не заметил но предлагаю перезарядиться так хорошо тут есть подлаз опять наверно какие-то жуки ебаные будут нападать на нас по патронам то все туговато все печально я бы даже сказал пока что с дробовиком буду ходить мне так спокойнее ну блять конечно же кто б сомневался снова жуки ладно с ними я сражаться не буду потому что есть такой вариант что они бесконечны точнее есть такая возможность бляха чё за лабиринты тут завалено смотри как успел один патрон поменял на 5 выгодный обмен вот и куда он так хорош ладно давайте не будем здесь задерживаться сильно долго я не думаю что здесь много полезных предметов валяется ты ж блять какая реакция молниеносная у меня зеленая травка ну все тем более места нет тем более места нет поэтому даже если я что-то найду то мне это просто банально некуда положить записи пленника еще один помер сколько времени прошло с тех пор как меня здесь заперли жалкие крохи которые нам выдали тогда уже давно съедены а больше еды не дают голод и жажда просто невыносимы многие вынуждены пить черную воду эрминья обратился первым он был так слаб что даже ходить не мог но внезапно как цепи сорвался буйствовал так что прикончил двоих кажется черную жидкость лучше не пить дружище аделарда тоже помер хотя боролся до последнего мне остается лишь похоронить тела как положено и молиться чтобы их души обрели покой господи за что ты послал нам эти испытания бляха а вы ведь помните что эти уроды они ведь тоже напоили эшли какой-то жижей какой-то черной жижей давайте пока покрафтим покрафтим сокровище я имел ввиду пособираем вот это объединяем короче у нас тут завалялось дохерище самоцветов поэтому можем побаловаться с ними вот так все разные по вставляю ну я хз короче 63 тысячи ладно нормально меня устраивает объединяем здесь у нас три круглых 37 ну на это у нас не хватает самоцветов золотой слиток ладно поехали поехали но нужен торговец нужен торговец хорош хороший вроде бы ничего не пропускаем да здесь и сложно что-то пропустить смотри-ка трава а место а место нашлось место нашлось каким образом непонятно но мы ее можем сейчас соединить зеленая зеленая желтая зеленая красная желтая отлично по хилкам что-то насобиралась по хилкам что-то понаходилась это замечательно блять что ж такое да что ж такое а как ты думаешь ли он интересно как мы будем от всего этого дерьма хилиться неужели вакцина такая чудесная она прям спасет нас и нас и эшли должен же быть хэппи энд по идее но это не точно давайте вот эти две объединим красную и зеленую три хилки есть одна полная и две половинчатые это круто это очень хорошо сокровище где это красный берил пригодится пригодится куда-нибудь да вставим так ладно я слышу какую-то фигурку но вижу торговца да мужик нам с тобой нам с тобой столько нужно сделать и обсудить ты себе не представляешь ты себе просто не представляешь повышает вероятность найти красную траву так не знаю по моему все это параша вот порох пригодится чаша искупления до красный берил да все остальное не нужно и слова но все именно так и так чем я могу тебе помочь как же он бубнит постоянно 155 тысяч за пистолет вот это прикол да скат 18 тысяч почему так дешево а потому что он без улучшения наверное боевой нож ладно стрелы продаем много места занимают и крепляемые мины тоже мощный прицел нет нужен это да хорошо все продаем все что есть на 160 тысяч у меня еще остались регулярный уход и забота чиним нож чиним броню я предлагаю улучшить пистолет полностью потому что ходят слухи что полностью блять ну как он бубнить не дает сказать просто ходят слухи что полностью прокачанное оружие дает какие-то жесткие бонусы но это не точно держи попробуй такой специалист как ты сразу заметит разница лечебный спрей материалы нет места так а место мы сейчас сделаем знаете каким образом я пока что выложу штурмовую винтовку она мне не особо нужна сейчас а вернее она мне совсем не нужно и купим у тебя еще материалы полуавтоматический дробовик с широким разбросом дроби их нихуя себе а вот это нужно наверное тяжелая граната попробуй к новое оружие чужак вдруг она спасет у него силы 9 у него силы 9 так-то дохуя прям а у тебя сколько у тебя 11 но ты практически прокачан ладно хер с ним знаете что знаете что хер с ним буду пока с этим бегать я только-только дробовик поменял только-только световуху скрафтим пожалуй даже 2 вот и все так сохраняемся и продолжаем замечательно ну теперь я себя чувствую намного уверенней с починенным то ножом с починенной то броней где эта хуйня здесь какая-то статуэтка есть но я ее не вижу нужно ориентироваться по звуку я не знаю что они дают но мне прикольно их собирать находить почему бы нет а вот она 8 из 16 распылители жидкого азота заказчика из сидра уриарты талавера дата установки 2 ноября 2002 года установка системы распыления жидкого азота заказанной в прошлом месяце выполнена жидкий азот чрезвычайно опасен его воздействие может привести к слепоте обморожению и даже смерти будьте осторожны это нам какая-то подсказка это нам какая-то подсказка или кому-то другому было бы тупо кому-то другому если только мы играем в эту игру это же одиночное так чё это такое блять ну так то да ладно я сохранился в принципе если что перепройдем но если я умру или натуплю я не знаю что с ним делать что это за подсказка жидкий азот жидкий азот ну и окей а что с ним делать непонятно хроники изысканий 3 май спустя 9 лет после моего пробуждения надо лишь повернуть этот клапан чтобы черная жидкость вошла в мои вены и распространилась по всему телу уверен при этом я испытаю боль которую даже не могу себе вообразить я жду этого испытания с великим волнением для меня великая честь пережить священный ритуал перерождения проснувшись в следующий раз я стану истинной слугой господина ирамона я и сидра урараты от талавьера приношу эту клятву я отрину изъяны человеческой плоти и стану истинным слугой господа я буду искать иритиков чтобы стать их палачом вердуга бля сколько непонятных и сложных слов это ты что ли полное безумие вердуга ёбаный так еще записка как много записок записка об электроэнергии отключение оборудования в целях экономии электроэнергии некоторые устройства в том числе лифт отключены чтобы восстановить подачу энергии используйте рубильник расположенный в дальнем крыле лаборатории в дальнем крыле лаборатории что питания нет ну судя по всему так еще одна а это карманный нож карманный нож да без проблем так судя по всему это черная жижа черная жижа прискакала эти кнопки для того чтобы его замедлить блять подожди он где-то он где-то поверху ползает карта есть карта есть сокровище даже есть где-то справа я хочу сначала обследовать помещение так здесь закрыто и понять вообще что мне делать мне нужно подрубить питание но как это сделать непонятно вот это что за рубильник этот рубильник нам дверь открыл открыл нам дверь а он невидимый или чего почему я его не вижу я его слышу он как будто бы бегать блять он как будто бы за мной бегает но я его не вижу том-то и прикол я пока бегу я пока просто бегу потому что я не знаю что делать блять электропитание электропитание восстановлено так попали попали ударить наверно можно вот то что он перезаряжается на бегу это просто охуенно нужно было его сначала морозить а потом открывать вот это я конечно прогнал немного прогнал но он вроде отъебался от меня так я понял это выживание нам нужно дождаться пока приедет лифт дождаться пока приедет лифт ну и по пути пособирать сокровища наверное да где то сзади блять ли он где то сзади лёшка давайте вот эту включать давай 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 попался блять ух ты сука я попался заперто ебать вот это зажал вот это плохо давайте хилиться наверное или пока еще рано нет рановато Рановато. Ну какого хуя? Блять, нихуя себе. Ебать, он здоровый. Я понял, я понял. Блять, чувак, подожди, не бей. Не бей, пожалуйста, не бей. Да включи ты эту хуйню, ебану, я понял. Я понял, теперь хилимся. Вот теперь хилимся. Бля, какой нелепый бой. Ну вы же сами видите, я подрубаю эту хуйню, но он на нее не попадается. Он на нее не попадается. Почему не совсем понятно. Так, хорошо. Материальчики пособирали. Открыли. Беги, беги, блять. Ну сзади, ну конечно, ну ты заебал. Ты меня заебал, если честно. Я так понимаю, когда он не заморожен, в него стрелять бесполезно. Да включи, ну почему же ты, блять, не включилась? Как-то оно тормознуто работает. С дороги. Как-то оно тормознуто работает. Вот, пол брони уже, как и не бывало. Пол брони уже, как и не бывало. Да и хилки одно и то же. Так, окей, это нормально, это хорошо. Хорошо, это я заметил, это я приметил. Нужно постараться сокровище подобрать. Но как это сделать, я пока хз. Угу. Так, сокровище. У нас оно слева, где-то должна быть дверь. Вон она. Вижу дверь. Вижу дверь, а сокровище пока не вижу. А, так вот оно в самом конце. Ладно. И еще, кстати, спрей. И порох. Пропусти, мужик. Пропусти, не заебуй. Но не очень сложно, если честно. Он, видите, сколько... Сколько он пытается в меня попасть, да все безуспешно. Патрончики пропустил. Ага. Да, кривоватый он. Где все эти переключатели? Ух ты ж, блядь. Ну вот это место вообще уебищное. Я понял. Давай, 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 давай. Так, он его перепрыгивает. Он это место перепрыгивает. И в рот он, в принципе, ебал. Все мои старания. Не знаю, замерз ли он, попался ли он. Да и, в принципе, мне это не важно сейчас. Я ищу вот это сокровище. Попади же, блядь, ты по нему. Окей. Че там по лифту? Почти приехал. Лифт почти приехал. А вот и лифт, а вот и лифт. Давайте кружок навернем. Или просто мимо него пробежим на морозе. Да, давайте на морозе пробегать. Вот и все. Вот и делок-то. Ну? Давай, до свидания, мужичок. Хватит с меня этих игр. Смотрите, сколько мы патронов понасобирали. Смотрите, сколько хилочек теперь у нас есть. Это просто шедеврально. Это просто охуенно. Жалкий ягненок. Ты можешь спастись от мук. Так же, как наша новообретенная дочь. Она влилась в нашу общину, и теперь она с нами одной плоти. И крови. Но это мы еще посмотрим. Пряданный слуга укажет ей верный путь. Ступай. И сбавить их плотных детей от их мучений. Слушаюсь. Это он не нам. Я подумал, что это он нам. Это он в нашей башке говорит. Но оказалось, что нет. Но все же мы знаем прекрасно, что Леон всех спасет. Что Леон лекарства найдет. А вот и Луис, кстати говоря. С лекарством. Да? Прикольно. В смысле, много не возьмешь. Ты что, хочешь меня на бабки наебать? То есть, это он все не по доброте душевной, да? А я-то думал, что он нормальный чувак. Что он друг друга лег. Наш дружбан, блядь. А он говорит, много не возьму. Или все-таки бесплатно отдал. Типа он потроллил. Стало лучше. Да. Да, помогло. Одно, но. Это не более чем отсрочка. Ингибитор не станет работать и очень скоро. А как вылечиться? Ну что, ты готов? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Ну, раз так, мы знаем, что делать. Идем, Санчо Панса. Спасем принцессу Дульсинею. Поранишься еще. Эй, моё копье. Да-да, мы спешим, ясно? Почему ты мне помогаешь? Какой в этом смысл? Да не ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? Бля, вот видите, все-таки нормальный чувак. Это он так чисто подстебнул нас. По-дружески. Молодец. Хороший парень. Теперь на какое-то время мы вылечились. Вот. Найдите путь на поверхность. Дневник бригадира. Сегодня худший день в моей жизни. Моей дочке исполняется пять лет, а я торчу на облезлой лодке, которая плывет в какую-то вонючую глушь. Если бы не хороший оклад, никто и не согласился бы работать в этой дыре. Обитатели замка постоянно твердят, что во время раскопок надо соблюдать осторожность. Но несколько рабочих потеряли сознание, надышавшись какой-то пыли. От нас явно что-то скрывают. Не нравятся мне эти тайны. Я тоже начал кашлять. Надо бы поспать. Со мной творится что-то неладное. Я за сегодня уже трижды харкал кровью. Слабость такая, что я едва хожу. Чёрт, зря я сюда приехал. Думал, что мне заплатят, но пока что я сам расплачиваю за своё решение. Я ужасный отец. Прости меня, солнышко, ты достойна лучшего. Голова с утра совсем не варит. Почему? Опять харкал кровью. Повсюду какие-то насекомые. Я слышу чей-то голос. Славный рабочий день. Раскопки доставляют мне радость. Я абсолютно счастлив. Я готов ради вас на всё. Ради вас, владыка Седлер. Понятно. Завербовали. Завербовали. Так, давайте. Давайте лутаться. Давайте, наверное, хилиться. Хотя нет, хилиться не буду. Ещё один тир. А чё по монеткам? А чё по монеткам? Три жетончика. Тебе наверняка понравится. Бля, да в рот ебать этот тир. Короче, пацаны. Я продаю много отца. Пасаешься пока можешь? Разумно. Нет там ничего полезного. Нет там ничего полезного. Так, давайте. Сокровище одно есть. Сможем как раз объединить. Раз. Два. И три. Потому что денег нет. Денег абсолютно нет. Продать. Подожди, вот это сокровище продаём. Покупаем материалы. Ещё одни материалы. Нет места. Да подожди. Сейчас что-то найдём. Да, пока отменить. Пока отменить. Создать. Ну пускай три зелёных будет. Купить. И вот так. Обменять. Золотой жетон. Ладно, возьмём. Матильда. Матильда это что? А, вот это Матильда. Такого нам не надо. Такого нам не надо. Но спасибо за предложение. Давайте потрошки крафтить. На ппшку. Да, согласен. На ппшку согласен. Плюс бонус какой-то. Вообще хорош. Так, ну и место появилось. Место появилось. Потрошки появились. Давайте сохраняться. И продолжаем. Сохранить. Глава одиннадцатая уже. Уже глава одиннадцатая. Так, Луис, ты с нами бегать будешь теперь, да? Теперь ты с нами будешь бегать. Теперь ты наш дружбан. Вместо Эшли, так сказать. Поменяли Эшли на... Деверь я к тому, кто работал на Амбреллу. Так ты в курсе? Амбрелла Хан. Насчет нее можешь больше не волноваться. Ты не ответил на вопрос. Какова твоя цель? Я просто следую зову совести. Хочу загладить вину. Что-то в этом роде. Вот он до сих пор ему не доверяет. Вы представляете, он его жизнь спас, считай. А он такой говорит, да блядь, я тебе все равно не доверяю, чувак. Это неправильно. Отчет о перемещении взрывчатки. Динамит был перемещен в хранилище М4. Информация по работе со взрывчаткой. Регулярно происходит обрушение пород. Держитесь подальше от области взрыва. Если произошел инцидент, немедленно произведите уборку. Убедитесь, что на месте находится достаточное количество сотрудников. Так, нам нужен динамит. Ну ладно. Эй, чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был проход. Ну раньше было, сейчас нету. Нам теперь нужен динамит. Вот, ну и собственно заменили нам, да, Эшли на Луиса. Побегаем немного с ним. Уже гости. Что будем делать? Ну у него хотя бы пистолет есть. Он стрелять умеет. Луис, теперь давай ты меня подсажем. Подсадить можешь? Подсадочка бы не повредила. Перепрыгнуть. Ну окей. Давай помогай, Луис. Блядь, и не попал. И не попал. До 100%. Да, он меня как-то вначале разрубил. Два раза. Блядь. Ну все, тупик. Тупик, пиздец, короче говоря. Так, а что делать-то? Давайте убегать. Давайте убегать, пока есть возможность. Бля, вот это мне везет. Вы видали? Вот это мне везет. Че, Луис, давай стреляй, блядь. Все прут и прут. А я все бегаю и бегаю. Я пытаюсь найти безопасное... Блядь. Вот это да, блядь. Говорю, пытаюсь найти безопасное место. Нашел. Безопаснее только там, да. Пиздец, вот это она, блядь, внезапная. Некоторые атаки можно блокировать ножом. Да мы это знаем. Где же вы были раньше? У нас, похоже, гости. А что будем делать? Да что будем делать? Сражаться. Сражаться. Разбегать не получается. Будем сражаться. Хоть этого стелсом заберу. Хорош. И еще одного. Хорош. С бензопилой весьма опасен. Хуетада, хуетада. Я хочу его на бочку заманить. С бензопилой вот этого. Вот этого с бензопилой. Давай, иди сюда, в обход иди. А, он там не пройдет. Так почему не пройдет? Пройдет. Хорош. Да как чего? Обороняюсь? Ух ты ж, блядь. Вот это замес. Нихуя непонятно. Ну, помог. Да пожалуйста. Чуть не помер. Чуть не помер. Видали, ребятки? Давай, сдыхай уже, заебал. Вроде сдох. Блядь, бабка, ну иди ты нахуй. Спасибо, спасибо большое. Бля, ну бабки, но это какой-то пиздец в этой игре. Так, еще один. А, это бабка, ну все. Это все, это конец. Это конец, это пиздец. Не, ну с Луисом-то может мы ее и разберем. С Луисом может мы и да. Бля, ну бабка завелась, это конец. Ой, хорош. Ты так даже умеешь, Луис. Блядь, ну так-то он лучше, чем Эшли. Он стреляет, с ноги бьет, прям пиздец. Они бессмертны, эти бабки. Вы видали, сколько я в нее патронов гасил? Бля, хорош. Вот это мы команда. Ну конечно, блядь. Конечно, блядь. Да пизда, ебать. Флешка. Фух. Вроде нормально, но с некоторыми, так сказать, осложнениями. Но все получилось. Это конец? Это конец, я надеюсь. Больше никого здесь не будет. Но прикольно, мне понравилось. Мне понравился этот файт. Так, что-то скрипит. Что-то скрипит. Вот сокровище. Шпинелька. Ладно, пригодится. Как-нибудь, наверное. Хотя, там один бред. Там один бред за шпинельку. Давайте вот это собьем. Чтобы оно меня не отвлекало. Так, сапфирчик. Здесь у нас чего? Здесь у нас какой-то мост. Так, вроде бы одно сокровище только пропустили. Давайте за ним сбегаем. Это получается слева. А, ну это наверху. Это наверху. Так, возьмем дробишок. Тут есть еще одна неадекватная бабка. Нет, окей. Патрошки. Бля, как замечательно. Патронов понасобирал. Очень много. Давайте сначала спустимся вниз и откроем эту дверь. Откроем проход. Мало ли чего. Вот, теперь хорошо. Теперь можно. Сейчас же 100% набегут. 100% набегут. Не бывает так, чтобы ты что-то активировал и потом... Спокойненько прошел себе. Или бывает. Да я не поверю. Ну, значит, мы всех убили. Значит, мы всех убили и до этого. Два мужа... Получается, одна бабка с бензопилой. Один мужик с бензопилой. Ну, блядь. Ну, я же сказал. Ну, конечно. Я еще сзади появился. Я не понимаю, докинул он... Ой, блядь. Дед ебаный. Ну, конечно. По-другому-то никак. Я думаю, Луис там справится. А я пока полутаюсь. Луис же не Эшли. Ой, хорош. Блядь. Вот эта меткость была только что. Флешку на одного жалко тратить. Флешку на одного тратить жалко и бессмысленно. Ну, так, перепрыгнуть. Это зачем еще? Это зачем еще? Это нам не надо. Так, это что такое? Место для взрывчатки. Так, этим мы и занимаемся. Вот и взрывчатка, собственно говоря. Бляха, какая интересная игра. Ну, я просто обосраться. Резидент это шедевр, конечно. Это просто шедевр. Динамит? Удачная находка. Да. Им можно разнести тот завал. Ну, все. Зачистили. Вроде бы ничего не пропустили. Прекрасно. Бля, вы не представляете, как же меня радует то, что у нас патронов много. Смотрите, у нас патронов, блядь, хоть жопой жуй теперь. Вообще прекрасно. Блядь, этому я очень рад. Беги. Беги, блядь. Твою мать, а сохранение где? Я же не знал, что оно покатится. Надеюсь, что недалеко. Да, окей. Давайте скрафтим что-то. Потому что места нет и приходится что-то крафтить. Один тебя и все. Обидно. Вот сейчас было обидно. Хотя на дробовик уже очень много патрошек. Это прекрасно. У нас, скорее всего, скоро босс файт. Я думаю, что эту серию скоро надо будет заканчивать. А в следующей серии будет босс файт. Давненько, потому что боссов не было. Так ладно, это мы поджигаем. И сразу прячемся. Без проблем. В следующий раз предупрежу. А ты неплохо сражаешься. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник. Дамский угодник. Это как он определил? Это ему мамка сказала? Дамский угодник. Обычно те, кто так бахвалится, ничего из себя не представляют. Но ему почему-то я верю. Наверное, потому что он разоделся, как пижон. Кожаная куртка. Ботиночки такие себе прикупил. После вас, я настаиваю. Как ты учтив. А вот и босс, наверное. О, блядь. Блядь. Он такой наивный. Думал, что сможет реально его перетащить. Будешь должен. Луис, сверху. Два. Вот это нихуя себе. С тобой всегда вот так. Ну да. Привыкай. Ебать. Нет, все-таки босс в этой серии будет. И даже два. Одним ты. Ну, хорошо. Первым делом, знаете, что нужно сделать? Это разведать местность. Понять, что за рычажки. Понять, что куда. Короче говоря, прежде чем просто... Ох ты ж, блядь. Вот это попался. Сначала нужно понять, что где и как работает. А потом уже ввязываться в драку. Это что? Ага. А как его заманить? Я понял, как его заманить. Подожди. Давай быстрее. Блядь, он ушел. Не сработало. Не сработало. Ну, а как тогда их? Нет, на рандом не получается. Нужно что-то сделать, чтобы их заманить туда. Вот этого, наверное, можно убить. Просто патронами, выстрелами как-то убить его. Они друг друга тоже лупят. Блядь, сейчас Луиса скину. Нет, 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 нет. Нахуеть. Они отходят. Как только я пытаюсь нажать эту кнопку, они отходят. Ну да, ну да. Ладно, хер с вами, пацаны. Это все, конечно, интересно, но давайте их так убивать, что ли. А, у них же на спине эта хуета вырастает. Так не получится. Так-то не получится. Да, вот и она. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Ну, по-моему, быстрее их просто будет так убить. Я не понимаю, как их загнать на эту... На эту хуйню, на эту крышку, чтобы они туда упали. И снова спрятался, да? Снова спрятался. Ну вот же он, вот же он пошел. Давай, быстрей. Быстрей, блядь. А он уже ушел давно. Нет, это нереально. Это невозможно. Так не получается. Блядь, а чем можно их приманить? У меня же ничего такого и нет. Можно, конечно, еще одну флешку скрафтить, но это тупо. Мы просто ее потратим. Мы просто ее потратим. И толку с этого не будет никакого. Ты здоровый. Здоровый, иди ко мне. Мы с тобой не закончили. Вот, видите, он отходит. То есть нужно ему стрелять по ногам, наверное. Ух ты ж, ебать. Вот этого я не ожидал. Минус броня. Минус броня. Наверное, по ногам нужно стрелять ему все-таки. Вот он отходит. Он отходит. Нет, это не вариант. Они не такие тупые, как кажется. Вот, нужно, чтобы он упал только там, посерединке. Только посерединке. Но минус один. Блядь, вот это да. Ну да, второй-то в броне. Второй-то в броне. Ну второго надо сюда кидать. Второго надо сюда спускать, и это... Куда это ты? Куда это ты? А куда это он? Так а что мне делать? Мне просто выживать теперь? Каким это образом? Блядь. По нему залезть, что ли? Я не понимаю, пацаны, что происходит. Ну теперь нам нужно подстрелить динамит. Для тебя подарочек. Леон, стреляй! Ну хорошо. Еще прицелиться, подожди. Да блядь. Конечно, давай-давай-давай-давай-давай. Опа-на! Хорош. Прекрасно! Как и было задумано! Давай! Быстрее, 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 быстрее. Леончик, быстрее. Бля, вот это мы молодцы, конечно. Так, нужно пить хилочку. Нужно пить хилочку, потому что пизда. Потому что пизда, умираю. Так, зеленая-то окрафтить нельзя. Давайте вот этот спрей. Жахнем. Блядь. Ну я примерно понял, как должна была работать эта ловушка. Но оказалось так, что проще их убить вручную. Чем загнать на эту ловушку. Ну серьезно. По факту же. Так, тут ничего не забыли? Тут ничего не забыли, ничего не оставили. Ну ладно. Два тролля, мы с ним уработали. Как дела? Так, открыто. Угу. Это было непросто. Они этих тварей на глубине держат? Подземелье для них священно. Именно здесь и нашли Ласплагас. Они сохранились в древних залежах янтаря. Ну конечно же. Интересно. Так, нам бы сохраняшечку найти. Было бы вообще прекрасно. Сирийку-то надо заканчивать, друзья мои. Ну после босса-то должны сохраняшку дать. Камон, вон она. Вот она. У тебя что, есть варианты? Так, давайте сохраняться. И на этом заканчивать. Всем спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Залетайте в тикток. Оставляйте свои комментарии. Не скучайте, ребят. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok